Кошки Мы были вынуждены заварить данный продух. В течение года мы обращались на то, что у нас тараканы. Поползли тараканы до шестого этажа. Подобной участи в одной только Москве подверглись уже тысячи кошек. В России счет идет на сотни тысяч. Управляющие компании по заявлению жильцов, а чаще и по собственной инициативе, просто-напросто замуровывают все продухи жилого дома. Это часть городской фауны. В городе около двух миллионов кошек. Поэтому нужно смириться с тем, что кошки живут в подвалах, оставлять этот продух открыт, как во всем мире это делают, как это делают, скажем, в Европе и в других странах. Так может, вместо того, чтобы уничтожать ни в чем не повинных кошек, а потом бороться с последствиями, стоит оставить все так, как задумала природа? В мире это давно поняли. Котиков держат на вооружении в Букингеме, британском офисе премьер-министра и французской палате мера весов. Вот в Архангельском краеведческом музее они не бездомные вредители, а самые настоящие коллеги. Карты, наброски и бумажные картины. Все это кошка Реша и трое ее сыновей Степа, Сема и Арсения уже год как охраняют от грызунов. Но, конечно, самые известные музейные служащие обитают в Эрмитаже. Все пришли, уходят. Коты живут такими кланами, они их выгоняют. Между прочим, научить разбираться в искусстве, выполнять трюки и, конечно, ловить грызунов можно абсолютно любую кошку, уверенно, в знаменитом театре Куклачева. Ты молодец, Персеч. Здесь выступают не только шикарные мейн-куны и сиамские воображули, но и дворовые представители цирковой профессии. Самое важное отношение человека к животному, почуяв, что бояться оператора не стоит, пятеро бандитов легко отнимают у него камеру, дабы исследовать непонятный предмет. Трех рыженьких и коричневого, который за вами, нам подбросили под забор. А вот этот, который залез уже мне на плечо, замечательный котенок, он спал на колесе моего автомобиля. Кошка на сцене должна знать, что она играет. И когда она играет, вот тогда она показывает то, что она может. И ни в коем случае я не могу ее заставить. Вот только правила у этой игры очень уж грустные. Впрочем, в наших силах все изменить. Пусть сегодня и невозможно обеспечить каждую бездомную кошку кровом, но, по крайней мере, жильцы могут перестать бороться со злом, которое на самом-то деле злом и не является. Кстати, конкретно нашей кошке повезло, ее освободили из плена, и сейчас она ждет своего будущего хозяина в одном из питомников Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok